У государства-агрессора, у России начинаются очень серьезные неприятности. Речь идет вот о чем. Скажем сначала о симптомах болезни. Сегодня позакрывали счета в немецких банках, в Коммерсбанке и в других банках. Счета российским информационным агентствам, которые работают в Германии. Они ринулись в другие банки с тем, чтобы пооткрывать счета в этих банках. Ни один с ними дело иметь больше не хочет. То есть на сегодняшний день российские информационные агентства в Германии остались, пропагандистские агентства остались без счетов банковских. Им придется кэш, видимо, теперь возить в дипломатах, как вот этим вот наркобароном каким-то. Это первый момент. Второй момент. Один за одним выходят пайщики, выходят дольщики, выходят крупные участники из проекта Северный поток-2. Никто не хочет иметь дело с санкциями США прежде всего. Ну и также с санкциями Евросоюза, которые будут наложены на Северный поток-2. А Байден уже предупредил о том, что санкции будут только увеличиваться и расти в геометрической прогрессии. Поэтому россиянам совершенно нельзя обращаться тем, что первый раз там под санкции попали только три каких-то института. И семь или восемь частных лиц, генералы в основном их КГБ или что там, как оно там у них называется. Нет, речь идет о гораздо более широкой картине и гораздо более широкой тенденции, я бы сказал. Почему? Потому что с российским бизнесом, с российским государством никто больше не хочет иметь дело. Это речь идет в данной ситуации о том, что в Россию больше не будут идти никакие капиталовложения. Потому что просто-напросто ни одна крупная компания, ни одно государство не захочет рисковать своими деньгами с тем, чтобы попасть потом под санкции США. Сами понимаете, вес США и вес России в экономическом плане вообще не сравним. Это разница в десятки раз. И соответственно из-за сотрудничества с Россией никто не захочет, ни одна фирма, ни одна серьезная организация не захочет ставить под риск, рисковать своими связями с Соединенными Штатами Америки. Это абсолютно очевидно и это то, что сейчас происходит. То есть Россия остается полностью без капиталовложений из-за границы. Это напрочь. Это же касается Северного потока-2 и всех других ситуаций и проектов. По тому же Северному потоку-2, например, даже если они сейчас вытянут из себя последние деньги, позабирают у пенсионеров, у кого-то, у врачей они там любят забирать и так далее, и так далее. И закончат строить этот Северный поток несчастный, они его в жизни не сдадут. Почему? Потому что ни одна страховая контора крупная, а понятное дело, что такой проект может застраховать только крупная страховая контора, крупная страховая организация, не сможет его, не станет его, точнее, страховать. А без страхования подобных проектов, их сдача в эксплуатацию абсолютно невозможна. То есть речь идет теперь о том, что в принципе Россию отлучают от большого бизнеса, от денег. И вот как они из этого выпутаются? Я думаю, что они из этого не выпутаются. Мы это прекрасно видели на примерах СССР, там или военный коммунизм надо вводить. Но поскольку сейчас Россия далека от военного коммунизма, у них там капитализм, у них вообще дикий какой-то капитализм, то скорее всего перейдут опять они на ножки Буша, которые будут сваливать с самосвалов, а они будут в очередях за этими ножками Буша давить друг друга, чтобы хоть что-нибудь пожрать. Вот так вот будет.